Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь я увижу заповедный край Пиники. Попробую помочь моим новым друзьям. Что-то у меня не получается. Весло тяжелое. Лучше посмотрю по сторонам. По ходу путешествия я расскажу, что увидел и услышал об этих местах. Заповедник расположен в Архангельской области. И это очень охраняемое место, где нельзя лес валить, дома строить, зверей и птиц стрелять, рыбу ловить. И даже находиться здесь просто так нельзя. А люди приходят в заповедник. Природу охранять и изучать. На стоянках можно отдохнуть и ночевать. В заповеднике имеются специальные места с избушками. Когда люди уснули, я все проверил. Ведь южики не спят по ночам. Солнечным утром мы отправились дальше по заповедной сотке. Оказывается, скалы состоят из камня, который называется гипс. Это горная порода. Вода за тысячи лет растворила гипс и образовался красивый коньюр. Река Сотка не всегда спокойная. Часто встречаются перекаты. Держись крепче за борт. На этих покатушках можно выпасть из лодки. На остановках я изучал окружающий мир. Однажды даже заблудился в лесу. В заповеднике надо быть осторожным. Здесь водятся разные звери. Бобры расселились по всей реке Сотке. Егорка, где ты? Ой, где я? Яркие скалы помогли выйти к реке, где меня ждали друзья. На реке есть особое место. Здесь живет хозяйка Сотки. Иногда надувные лодки начинали спускать в воздух. Может, это от моих иголок? Скоро избушка. Здесь мы отдохнем и заночуем. Кто это приплыл сюда? Пока друзья заняты делами, попробую забраться на скалы. Какой-то странный зверек с людьми. Надо приглядеть за ним. Он может заблудиться в лесу. Красиво. Разноцветные гипсовые обрывы. Река Сотка извивается змейкой. Ой, кто это? Привет, я Белка Анфиса. Моя семья живет здесь давно, и мы хорошо знаем эти места. Я ежик Егорка. Расскажи мне о Сотке. Река необычно красива во все времена года. Здесь встречаются разные животные. Их охраняют и изучают. В лесу люди устанавливают специальные ловушки. Это безвредные видео ловушки. Они следят за поведением птиц и зверей. А вот лёжики не водятся на севере. Спасибо, Анфиса, за интересный рассказ. Погода испортилась, и пошёл дождик. В лодке на меня одели накидку от дождя. Как бы не зарвать-то её об моей колючке. Мы встретили место, где ручей вытекает из пещеры. Внутри слишком много воды. Дальше нам не пройти. А вот спелеологи уходят далеко от входа. Особенно они любят изучать пещеры в зимнее время. Кругом ледяные натёки и кристаллы. Мы вышли из пещеры и поплыли дальше. Как-то мы остановились у обрывов. Я решил попробовать до них доплыть. Держусь за весло. Поплыл. Ой, течение такое сильное. Помогите. Ох, хорошо, что меня заметили и спасли. После очередного перехода я увидел домик на поляне. Теперь у нас есть укрытие от дождя. Для людей и для меня. Завтра мы завершаем путешествие. Накидка от дождя не мешает мне слушать рассказы моих друзей. Оказывается, заповедники изучают экологию природы. Наблюдают за растениями, грибами и ягодами. За поведением птиц следят круглый год. Их даже отлавливают, измеряют и кольцуют. Покидаем особо охраняемую зону. Вот и закончился наш маршрут по заповедному краю Пинниги. До новых встреч!